Конечно, для меня это было очень нервно. Она захотела тоже продать недвижимость ее, конда, в котором она жила. На каждой странице договора покупатель и продавец ставят инициалы. Совершенно шикарный оффер. Приходит утро, я получаю отказ снова. Привет, друзья! На связи Рина Пинтонида, ваш риэлтор во Флориде. И сегодня очередное видео на канале, очередная история продаж. Как раз-таки это одна из моих последних закрытых сделок. И прежде чем я начну рассказывать эту душесчипательную историю, а у меня по-другому не получается, сразу предлагаю вам подписаться на канал, поставить лайк, потому что как только вы это сделаете, сразу получается это видео в лучших просмотрах, потому что я постоянно получаю комментарии типа «Ой, у вас такой хороший контент, что ж у вас так мало просмотров?» Вот, пожалуйста, вот поэтому у меня мало просмотров, потому что мне мало ставят лайков, люди подумают, скажут «Да, да, все отлично, спасибо за историю, а лайк забудут поставить, поэтому сразу не забудьте подставить, если вы еще не подписались, подпишитесь, вам с этого ничего не будет, а мне будет хорошо». И это будет, будем так говорить, такое скромное ваше вознаграждение мне за мои труды, такое маленькое, вам бесплатное, а мне большое спасибо. Вот, поехали. Значит, я всегда говорила и рассказывала вам, что недвижимость – это такая сфера, где никогда не бывает ничего два раза. И сколько бы лет ты ни работал, у тебя обязательно будет какая-то история в первый раз. Чем больше ты работаешь, соответственно, тем больше у тебя таких историй возникает. Поэтому вот недавно у меня была история как бы не из приятных, поэтому я вам ее не рассказывала до тех пор, пока она не закончилась. Чем закончилась, как закончилась, это я вам как раз сейчас и расскажу. Сегодня мы с вами будем говорить о покупке конда. Значит, у этой истории была своя предыстория. У меня есть клиентка, с которой мы уже продавали ее недвижимость, и настал черед не сейчас, а два года назад, даже где-то три года назад. Она захотела тоже продать недвижимость ее конда, в котором она жила. Эта конда в обычном кондоминиуме, не 55+, она находится в хорошем месте, недалеко от пляжей. И поэтому мы рассчитывали, что нам продать его будет достаточно легко. Однако мы тогда столкнулись с такими проблемами, что дешевле она продавать не хотела, а когда мы нашли человека, который готов был купить, и женщина, которая начала оформлять сделку, она столкнулась с трудностями, с кондоминиумом. И она пыталась, честно пыталась это решить, что-то там найти, какие-то ответы, на что она получала очень некрасивый, очень непрофессиональный отбой. И это ее обескуражило, и она сказала, что если я сейчас в татусе никто, вот со мной так разговаривают, что, как они будут со мной разговаривать, когда я стану членом их кондоминиума, и когда мне действительно нужны будут какие-то вещи. И она сказала, и вот, то есть, вот здесь, вот человеческий фактор попки, которая сидит на этом месте уже нацать лет, да, и считает себя пупом земли и королевой всея вселенной, из-за этого у нас расстроилась тогда сделка. Объект простоял на рынке 6 месяцев, объект экспайр, то есть срок договора истек, и клиентка тогда сказала, что я не буду продавать сейчас, потому что смысла в этом нет, мне надо уезжать, она работает, у нее такой разъездной характер работ, она не бывает здесь, она сказала, все, закрываем, закрываем этот, вопрос этот, оставляем. Прошло время, цены пошли вверх, и она решила вернуться к этому вопросу. Я ей посмотрела и рассказала, что этот конда будет стоить сейчас на рынке где-то в районе 170 тысяч. Мы его поставили за 175, и у меня пошли предложения на это конда практически сразу. Оно в хорошем состоянии, я вам сейчас покажу его как бы снаружи и внутри, да, и немножечко прокомментирую, а потом уже буду рассказывать дальше про эту историю. Поехали. Вот так выглядит этот дом, это такие двухэтажные дома, и вот у каждой секции есть своя лестница, одна квартира налево, одна направо, на первом и на втором этаже. И вот такими вот как бы четырех частей, в этом, восьмиквартирными секциями он весь разбит. Я буду вам показывать фотографии, вот как я их тогда делала, они всегда хорошие, это не важно. Вот в этом кондоминиуме есть их бассейн, достаточно хороший. У них есть спортивный зал, и у них есть ландри постирочная, потому что в конда не разрешается держать стиральную, сушильную машину категорически, особенно на вторых этажах. Поехали, как выглядит эта конда изнутри. Вот это жилая зона, вот это такой небольшой маленький балкончик там, там стульчики ставят столик для того, чтобы смотреть. Вот так вот выглядит кухня, она кухню сделала очень хорошо, гранитный каунтер, она тут вот снесла стену, перегородку, то есть получилась такая красивая, разветвленная, такая вот открытая концепция. И вот здесь у нас находятся две спальни и полтора санузла. Сейчас дойдем и до них. Вот так это смотрится из комнаты, вот это входная дверь. Вот я тут кухню отфотографировала. Вот это одна спальня у нее, она ее здесь уже освободила, для того, чтобы как бы показывать, она продавала без мебели. Вот это полный санузел. Видите, сделано хорошо, чисто, она поддерживала это все. Вот когда она делала кухню, она сделала ремонт и в спальне. Это вторая спальня, она побольше размера, и к ней примыкает половина санузла. Сейчас я вам его покажу. Вот это вот половина санузла, то есть здесь умывальник, здесь унитаз, а понад вот этой стеной большой шкаф-клозет. Вот именно вот в этом шкафу некоторые одну секцию убирают этого шкафа и ставят туда стиральную и сушильную машину, для того, чтобы это было как бы в юните. Но, как я сказала, это уже запрещено. Вот такой вот юнит, он в хорошем состоянии. Кондофи там порядка 300 долларов, по-моему, то ли 320, вот так. Ну, то есть достаточно средняя цена. Как я уже сказала, у нас пошли туда интерес, интерес, и мы стали получать офферы. И вот мы получаем один оффер, он был у нас на 165 тысяч, там было 5% даунпеймента, там такие щадящие условия по технической инспекции, то есть все совершенно хорошо, все совершенно устраивает. Мы подписываем с ней этот оффер, на утро я получаю отказ. Без каких-либо причин, без каких-либо объяснений, непонятно, что происходит. Мы подписали этот отказ. Я получаю в этот же день другой оффер. Я получаю оффер на 175 тысяч. Это был прекрасный оффер. 10% даунпеймента, там 5 тысяч escrow deposit, вообще там без инспекции, то есть совершенно шикарный оффер. приходит утро, я получаю отказ снова. И наступает неделя, когда я не получаю ни одного оффера. И я уже говорю о том, что стоит снизить цену до 165 тысяч, потому что у нас нет предложений, и нам нужно как бы рынок снова закрутить. Мне звонит риэлтор, женщина, которая собирается вот в этом кондоминиуме точно так же продавать точно такой же юнит, как наш. И она начинает меня спрашивать, что происходит, есть ли вообще оффера, то есть ей нужно цену ставить на свой собственный юнит, ей нужно узнавать. И я тогда ей говорю о том, что у меня те люди, которые давали оффера, они начинали процесс звонить в ассоциацию, и в ассоциации им таким образом отвечали, что как бы они тут же делали канцелэйшн без каких-либо телодвижений. Ее эта информация заинтересовала, она американка, она стала звонить в это кондо сама и узнавать. И она через пару дней мне перезванивает и говорит о том, что кондо минимум имеет очень маленький бюджет, я вам об этом говорила в прошлых видео, и из-за этого бюджета им необходимо, чтобы когда будет моргидж одобряться, лендеры требуют больше покрытия. И минимально нужен 30% даунпеймент, чтобы лендер закрыл глаза на то, что в этом кондо маленький бюджет. Мы с ней поговорили про это, она у себя в листинге, вот эти 30% поставила, она у себя поставила цену 172 500, и потому что она сказала, что ваша кондо лучше, там у вас гранитный каунтертоп, у вас крутая кухня, у нас все попроще, поэтому я ставлю 172 500. И через 2 или через 3 дня она выходит на пендинг. И она очень боялась, что своей ценой, как бы она не поломала цену нам. Я ей сказала, что мы уже готовы снижать цену, потому что у нас как бы такое непреодолимое препятствие в этом кондоминиуме, вот такая у нас сложилась ситуация. И мы буквально это вот все дело одного дня, и мы получаем оффер на 165 000, оффер с 5% даунпеймента. И вот в этой ситуации становится понятно, что этот оффер не пройдет, что мы потеряем месяц, мы будем валандаться, потом скажут, что нет денег, и до свидания. И в этот же день мы получаем оффер кэш, то есть который не надо одобрять, но который на 155 000. И моя клиентка говорит о том, что все, стоп, я хочу, мне плевать на эти 10 000, но я хочу быть вот наверняка уверена, что мы закроемся. Что мы делаем? Поскольку мы подписали первый оффер, я пишу cancellation, отмену на вот этот первый оффер, даю ей подписывать, она подписывать, я посылаю первым покупателям, вторым покупателям мы подписываем оффер, и я шлю его совершенно спокойно, я шлю его в титульную компанию. И начинается свистопляска. Свистопляска начинается такого рода, что первый оффер, они не хотят подписывать cancellation. Я им объясняю, что 5% не пройдет, что нужно как минимум 30. Я им объясняю, что у нас есть кэшбайер, который готов, и мы готовы с ним работать. Человек, в общем, полез в бутылку. Я такое видела как бы первый раз в жизни. Она не то, что не захотела подписывать cancellation. Она подняла на ноги всех своих, своего агента, ее брокера, она дошла чуть ли не до министра. Они все мне звонили, они все говорили о том, что я не имела права, а я правда не имела права подписывать второй оффер, не подписав первый cancellation. Не имела права. Вот, что мы должны отменить второй оффер и идти как бы с ней, дергаться, продолжать дергаться с ней, что, оказывается, у нее есть деньги. А я тогда спрашиваю, а почему тогда даунпеймент всего 5% называется меньше минимума. Вот, но это все не возымело никаких действий. На меня, конечно, давление было страшное. Я стояла насмерть. Я понимала, что любое действие, которое я сделаю им навстречу, это называется еще одна веревка на моей шее. И я поэтому не стала ничего делать, я уперлась. И самое любопытное, самое забавное в этой истории было следующее, что, проверяя этот договор, я вижу, что я вот просто механически пропустила окошко для подписи своего клиента на этом оффере на последней странице этого договора. Так случилось, что к типичному договору нашему 12-страничному они добавили еще два листа каких-то там дополнительных аддендумов. И вот эти аддендумы, и то есть вот эта основная подпись, она получилась внутри договора, а не на последней странице. На последней странице была подпись к этим аддендумам. На каждой странице договора покупатель и продавец ставят инициалы. И у меня эти инициалы были все проставлены. А вот этой последней подписи и даты на самом оффере нет. И когда я это увидела, то есть когда у вас недоподписан хоть какой-то крючочек, вам это надо доподписывать. Трагедии в этом нет никакой. Но когда у нас уже нашла коса на камень, и я увидела, что вот этот недоподписанный договор, договор, в общем, когда все риэлторы увидели, что договор не подписан, соответственно, к нему нет, не нужен канцелейшн, потому что он недействительный, эти все риэлторы со стороны покупателя отползли тихо. Они уже не брали телефонную трубку, они не отвечали на имейлы, то есть с ними невозможно уже было связаться. Но оставался момент с титульной компанией. Титульная компания получила вот этот недоподписанный договор, тоже его промухала, что он недоподписан. Послала реквизиты для внесения депозита. Этот первый покупатель открыла файл, соответственно, для закрытия. И этот покупатель внес туда депозит. И теперь титульная компания не могла им вернуть этот депозит, потому что они не хотели подписывать отмену этого договора. И то есть вот это в этой титульной компании все застряло. Ребята, застряло это на неделю. Честное слово, эта неделя, эта вещь важная. И здесь вот особенно, когда сделка начинается, каждый день стоит вот просто по стойке смирно. Здесь 7 дней, вот это все никак не двигается. То перезванивают, то что, и то есть это все застряло. И я потом уже сама подумала, ну и пришла к тому же самому выводу, который мне предложила титульная компания. Забрать вот этот второй оффер, забрать их депозит, который они принесли чеком. То есть он не сделан переводом, вайер-переводом, потому что им не дал никто, вторым покупателем, потому как первая была. Титульная компания не может открыть два файла на один и тот же адрес. И для того, чтобы решить эту ситуацию, нужно идти в другую титульную компанию. И у них начинать вот эту сделку с самого начала. Мы так и сделали. Я нашла титульную компанию, мы все там перенесли этот депозит, мы открыли там, файл они открыли. Пошел вот этот весь процесс. Поскольку этот весь процесс идет, поскольку мы застряли на две недели, значит в результате этого всего мы переносим сделку на две недели. Это тоже не устраивает моего продавца. Ну в общем как-то все идут друг к другу навстречу. И вот в этой ситуации, да, как в балансе, нам попался прекрасный брокер, с которым мы прекрасно сотрудничали. Отличная девочка, которая менеджер в титульной компании, с которой мы прекрасно работали все это время. То есть команда у нас получилась просто на зависть. И мы, когда мы закрываться собираемся на... Продавец упросил, чтобы мы закрылись немножко раньше. Они пошли нам навстречу. Мы закрылись немного раньше, потому что ей нужно было уже уезжать. И вот когда мы собрались, вот на неделе мы закрываемся в четверг, в понедельник я получаю наконец подписанный, cancellation, что наконец нас освободили от вот той сделки, которая была. То есть он был подписан через полтора месяца, как мы этот cancellation им подали. Конечно, для меня это было очень нервно. Я предпочитала, чтобы это было до того, как мы подпишем следующую сделку, чтобы не было никаких проблем. Еще один интересный момент упустила, что перед буквально, перед закрытием, наверное, за неделю, мне звонит моя клиентка и рассказывает о том, что вот этот неудачный, неудавшийся этот наш покупательница, она нашла ее по имени, фамилии в фейсбуке. Она начала ей писать в фейсбуке, что я тебя засужу и прочее. На что, когда мне клиентка спросила, что мне делать, я говорю, ничего. И не надо было вообще не отвечать, не надо было. Нужно было просто заблокировать и все. И не морочить, не морочить голову с этими людьми, потому что существуют агенты, которые должны эти ситуации решать. Так что наша ситуация закончилась, очень хорошо закончилась. Она получила хоть немного, но как бы обратно какого-то кэша, который позволит ей там внести даунпеймент. она рассчиталась с этим кредитом, который она брала в самую горячую эпоху вот этих перед кризисом, под очень большие проценты. И поэтому вот такая повышенная цена позволила ей не просто вот как бы рассчитаться со всеми, еще получить немного кэша. И я когда увидела вот этот клозинг, цифры эти на клозинге, сколько она должна по кредиту, я ее спросила, вот это все правильно? Вот эта сумма за какое-то засратая кондо, которое ты купила в 2008 году, вот эта вот эта сумма она и есть? Она говорит, да, совершенно верно. У меня нет никаких претензий. И тогда я понимала, что если бы мы вот 3 года назад начали продавать, она бы еще оказалась должна, вернее с 2008 года по 2019, там 11 лет проплатила моргидж, она бы еще и оставалась должна им после всего этого. Так что обязательно смотрите вот относительно моргиджа, что и как вы делаете и не попадаете ни под какие штрафные санкции для того, чтобы они не накручивали на вас какие-то пеналти, которые потом будут ложиться на ваш весь основной долг им. Вот такая вот история. Она, слава богу, закончилась. Она, слава богу, закончилась хорошо. Я очень рада, потому как седых волос у меня прибавилось. С одной стороны, с другой стороны, я поняла еще вот как бы целесообразность того, что делать все правильно. С третьей стороны, как говорится, хорошая карма. И вот такая маленькая моя собственная ошибка привела к тому, что мы выскочили из-под вот этого домуклого меча. Если вам эта история понравилась, пожалуйста, подписывайтесь на канал. вот сюда вот показываю, да, и ставьте лайки. Если у вас есть вопросы какие-то относительно конда, пожалуйста, вы можете задать их в комментариях. Если вы хотите получить бесплатную 20-минутную консультацию, пожалуйста, подпишитесь, нажмите на кнопку, которая сейчас появится в правом верхнем углу экрана консультация. Оставьте свои контакты, я с вами свяжусь и отвечу на ваши животрепещущие вопросы. С вами была Рина Пинтонида, ваш риэлтор во Флориде. До наших следующих встреч с новыми риэлторскими историями. А пока, пока-пока!